Сегодня у нас туристический день. Мы совершаем поход по Сейлису. Папа, не возьми мой рюкзак, а? Вот туда. Наконец-то после сборов мы вышли. Тут водятся интересные вещи. По пути мы уже встретили Бемби и его друга. Сдалека посмотрели на Бемби. Сегодня мы выгуливаем наших детей на природе. Может, увидим ржанку? И мою камеру. А то эта камера после Греции не выгуливалась. Чтобы увидеть каких-то птиц, нам надо очень тихо. Анюта уже спрашивает, долго ли ещё чехосик. Мы обещали детям пикник. Взяли всё, что купили. Взяли, да, кое-что. Не, взяли-то всё, но купили кое-что. Здесь мы ни разу не были. И это недалеко от нас. Мы пойдём на болото. Нюша взяла где-то ведёрко. Было у неё. Возможно, тут какие-то ягоды будут осенние. На фотографии была даже морожка сфотографирована. Но я не надеюсь, что нам так повезёт. О, Люта, мороженое! Морожка! Это ягоды, такие дикие дети. В общем, дикие городские дети сегодня выгуливаются на природе. Пока ещё хорошая погода. Морожка отошла? Ну вот. Мы, дикари, даже не знаем, что когда там отошло. Вот крапива зато не отошла. Можно пожевать. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. В поле. Анюта, это крапива. Не трогай. Отойди. Ну, вот. Очень дворечка, но не дворечка. Крови не будет, а дворечка будет. А клюква? Клюква только началась в магазинах. Вообще, в этом году очень тёплая осень. Может, там ещё что растёт. У нас ещё цветы во дворе растут. Ну. Вот. Видите, как интересно. С дорожки не спрыгиваем. Тут даже какая-то сетка на этой, видишь? Не знаю, как скользящие или нет, я хорошо скользю. Птицы уже какие-то там жмякают. Ну, это лес. Вот. Сегодня у нас поход в лес. Я как-то снимала на видео и выкладывала, как мы гуляли в Лахемо, в лесу. И было так это прилично просмотров. Больше, чем где мы купались в Греции в море. А роду нравится лес. А это у нас осенний лес. Ой, как интересно. Ой. Вот Арише нравится. Я же говорю, здорово. В парк мы уже вдоль и поперёк и сходили. Ой, там уже... Чё кто-то кричит? Кстати, там стояло, наверное, сколько? Машин шесть. Да. Что за лапп? Что за лапп? А это у спорт пилесо. Ну, что, в ту сторону снимаем, в обратную фотографируем? Арише очень нравится. А Нюте нравится, видимо, сама дорожка, да? Попробую снять её на телефон. На телефоне тоже хорошо. На телефоне лучше вытягивают цвета. Вот эти вот. Небо. И всю красоту, да. А, на телефоне лучше картинка по цветам, по яркости, как-то по сочности. Мы идём, мы идём. Это вереск. Растение такое. Это можжевельник, походу. Ещё болото. Видите, сегодня у нас солнышко такое приятное. Взяли. Взяли ведро, не взяли. А, папа взял. Взяли ведро, всё нормально. Хочешь ведро? Несём, несём ведро. Красный мох. Красный мох. Вот вереск. Он отсвёл, и на нём какие-то беленькие. Вот, смотри, мам. Ой, да. Можно его взять? Красный мох возьми. Вот ведро. Ведро для находок. Спасибо. Вот можешь отнести в школу. Анюта, тебе нравится тут идти? Да. Там должны быть какие-то ещё озёра впереди красивые. Ягодки. Ну, вот пока я не вижу ягодок. Анюте обещали ягодки. Может, хоть одну найдём какую-нибудь. Неплохое место. Ариша в восторге прогуляться в солнечную погоду осенью. Солнышко припекает. Такие сосны. Такие карликовые. Дорожка деревянная, и ещё на ней сеточка. Надо, чтобы не скользить. Вау. Ариша говорит, давайте уже в следующий раз снова сюда поедем. Да, у нас очень много таких троп в Эстонии. Мы были только на болоте Виру как-то, когда ещё Ариша была, наверное, в Ванютином возрасте. И больше не ходили как-то. Вот сейчас как раз такое времечко, когда особо заняться нечем. Все площадки холодные и мокрые. Но хочется побыть на природе. Что там? Что-то интересненькое. Мы нашли клюкву. Она, оказывается, так прячется. Мы тоже нашли клюкву. Да, мы тоже нашли клюкву. Анюта говорит, надо много клюквы. Это мало то, что мы нашли. Мы нашли зелёный мок, красный мок, оранжевый мок. Коллекция мха. Ну, вкусная? Нет, не вкусная. Мы точно клюкву набрали? Кисленькая? Кислая? А, ну тогда клюква, да. Да, да. Не нравится? Ну, мама съест. Оставь мне. Это же болото, поэтому и растительность здесь другая. Мы дошли до красивого места с этой стороны. вода. И вот там такое голубое озеро. По карте, по-моему, это где-то середина пути. Весь путь 3,5 километра. В конце туалет. Вот здесь можно сделать привал для тех, кто подустал. О, ой, как красиво. Это большое такое озеро. А с этой стороны вообще вон какие. Да. А вот с этой стороны смотри, какое интересное. С поворотиками, с заводи. Ну, хочешь, здесь остановимся. Хочешь, привал делать? Отдохнуть, сидеть, смотреть на воду. Смотри, как красиво здесь. Если хочешь, будем тут. Если хочешь, пойдем дальше. Там еще будут другие привалы. Ну, давайте. А ты потом сможешь идти после того, как покушаешь? Я хочу сейчас съесть. Анюта говорит, надо тут сесть и все съесть. Анюта не ошибается. Давай. Вот это, смотри, как красиво. Мне здесь так нравится. Ариша, посмотри вот на это озеро. Да. Вот с кем я хожу в поход. Они сюда шли, чтобы просто пожумкать. У нас с собой блинчики, булочки и чай в термосе ромашковый. Аутентичный. Морс не взяли, да? Надо было морс клевку сделать. Да, морс. Пикник. Вот с таким видом. Блинчики мы, правда, купили в магазине. Дай мне попробовать. Папа сказал, что можно найти расянку и выкопать ее. Ой, они так пахнут. Прикольно. После небольшого привала мы куснули пару булочек и пошли дальше. Там где-то должен быть большой привал. Вся наша прогулка состоит из привалов. Анюта обнаружила у меня в сумке сгущенку и сказала, давай, давай. А сгущенка для другого привала. Теперь мы идем до следующего привала. Ну, как мы идем? Я сейчас покажу, как мы идем. Кто-то идет. А кто-то едет. Любители сгущенки почему-то решили ехать. Удобненько там вам, Аня? Да? А вам, папа? Нормально, пошлите. Такие вот дорожки. Мы идем дальше. Там в конце должен быть, как я уже говорила. Смотри, мама, тут на растениях какие-то пятнышки. Туалет и столик. Ну, может какие-то болячки. Больные растения. Вот такая у нас осенняя прогулка по болоту. Здесь прикольно делать фотосессию с тыквой, с которой дым идет такой, знаешь. Или одеть на голову тыквы с вырезанными мордами и ходить так. Желтый мох! А решить что-то вот прям в этот раз мох понравился. Снимай! Пейзажик изменился. Много деревьев. Даже вон какие толстые. Много внизу всяких растений. Оказалось, что это не можжевельник. Смотри! А это листик. А там вот. Классный. Много брусники. Это брусника, наверное. Брусника. А может клюква. Вот клюква. Что не собираем? Клюква на таких тоненьких волосах. Да, да, да. А брусника уже отошла. Тихо. Мы асморт снимем. Папа, я асморт снимаю. Прекрати. Тихо. Тихо. Смотри! Смотри! Вот мимо такой красоты мы идем. Вот такое? Нюша пойдет пешком. Здесь дорожка повыше. Из новых досок. Мы дошли еще до Большого озера. Попробуй. Все уши спрашивают, когда привал. Так что придется приваливаться вот там. Наверное, до конца мы не дойдем. Нюша идет только за сгущенку, которую я несу в сумке. Не представляю, за что она пойдет обратно. Уже не наш самолет. Только перед камерой не проходи. И сразу. Прибал номер два. Прибал номер два. Сгущеночный. Мы дойдем до Большого. Боюсь, Нюша не пойдет. Хотите, дойдем. Я-то дойду. И я боюсь, что не дойдем. Мы на половине идем. Ну почти. Не на половине. Чуть-чуть осталось. Чуть-чуть. Чуть-чуть мы начали. Где начали? Это чудо мы начали. Мы чуть больше половины прошли. Чуть-чуть. А вы уже тут за сгущенку взялись. Овсяные блинчики с апельсином и сгущенкой. Надо бы мне тоже попробовать. Апельсиновое. У нас с собой чаек. А, да. Мы же уже приваливали. Я вам сейчас уже рассказываю. Тут еще на передвижение, что ли? С февраля запрещено здесь. До лета. Ну потому что все будет в воде затоплено. Снег растает и будет эта тропа вся затоплена. Идем? Ариша настроена... Строго. Ариша настроена серьезно дойти до конца. Где бруслика? Я все съела. Уху! Мы это сделали. Мы прошли весь путь. Всего лишь 3,5 км. Но для Нюши было очень тяжело. В конце таком привале. А что вы сели? Вы уже все съели. Но есть нечего. здесь можно, видите, погреться. Это что? Видео о том, как поесть в лесу. Анюта, сядь, пожалуйста. Оставьте на завтра на сырники звери. Ну, будете, не знаю, тогда с чем есть сырники завтра. С вареньем, с мясом. С мясом? С каким мясом? Ну, с куря. С сырники с мясом. С куря, с куря, с куря. Солнце село. Не бойтесь, у мамы есть фонарик. Если что, я подсвечу вам дорожку. Где вы, кошки? Отражатели светятся. С кем я живу? Псы болотные, хватит выйти. Ладно, наоритесь в лесу, чтобы дома тихо. Ау! 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 Субтитры сделал DimaTorzok